МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы Бардачок – Харківская муниципальна страхова компания. Мы повертаемо вытраченные деньги. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов Бардачок. И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Судя по вашей реакции на сюжеты об электромобилях, тема эта интересна многим. Поэтому сегодня я вновь расскажу о машине с электромотором. Но в этот раз о самом дешевом решении – о китайском. Первым электромобилем, ездящим регулярно по улицам Чугуева, стала вот эта невиданная зверушка с непроизносимым названием. Внешность типично китайская. Как говорится, ни о чем. Но пять дверей присутствуют. Колеса, пусть и маленькие, 12-дюймовые, крутятся. Машинка уверенно перемещается по не слишком ровным дорогам и при этом не потребляет ни капли бензина. В движение ее приводит электромотор. Ведущие колеса задние. А энергия хранится в здоровенных аккумуляторах, занимающих весь багажный отсек и львиную долю места под капотом. Кстати, аккумуляторы здесь дешевые, кислотные. Вроде тех, что ставят на электрокары. Только с гелевым электролитом. Заряжаются они от обычной розетки через специальный преобразователь, между прочим, харьковского производства. Время зарядки 8 часов. И хватает заряда всего лишь на смешные 60 километров пробега. Пристально такую машину лучше не разглядывать. Качество просто обескураживает. И стоит такое чудо. У нас уже немалые 6,5 тысяч американских денег. После этой цифры резонно возникает вопрос «Зачем?». Собственно, ради ответа на него и затевался сей сюжет. Как оказалось, данное изделие китайских мастеров не более чем пробный шар. Попытка понять, а нужен ли в Украине электромобиль. Это машина для того, чтобы самому понять, самому ощутить, самому понять все за и против. И потом знать, какие дальнейшие технические требования предъявлять к моему «Матизу». Специалисты называют такие машины «Мул». То есть устройство для отработки технологии проверки конструкционных решений. Такую машину никто здесь продавать не собирается. В планах предпринимателя наладить сборку нас электрических «Матизов». Дешевый, надежный автомобиль, который годами зарекомендовал себя. Его все знают. Не надо никого рекламировать, убеждать, уговаривать. «Матиз» он и в Африке «Матиз». Его все знают. Кроме того, производитель говорит, что он минимум 10 лет, а может быть и больше, будет его выпускать и не будет его снимать с конвейера. На него есть куча запчастей, бэушных, новых, каких угодно. По Украине в каждом большом городе есть по одному, по два, по три автодилера, автосалона. Есть куча СТО, в том числе и фирменных. Поэтому по данной машине меньше всего проблем. И особо она не нуждается в особой какой-то рекламе. Да, идея доступного электромобиля на базе широко распространенной модели заслуживает всяческой поддержки. Ведь даже несмотря на страшненький вид и ужасное качество этой машины, она имеет важные достоинства. Бесшумность в движении, легкость в управлении, экологичность и, конечно же, экономичность. Сотни километров пробега обходятся примерно в 5 гривен. А если учесть отсутствие привычных процедур техобслуживания, которые тоже стоят денег, то эксплуатация таких автомобилей в условиях, сложившейся экономической ситуации, очень выгодна. Если к этим плюсам добавить качественные комплектующие, презентабельную внешность, того же Матиза. Уверен, многие захотят такой автомобиль приобрести. Осталось только дождаться воплощения этой идеи в жизнь. Внедорожные соревнования, проводимые в традиционном формате джип-трофи, в этом году чрезвычайно редки. Причины понятны и ясны. Но ведь приключений-то хочется. К радости обладателей полноприводных авто Харьковский Нива-клуб все же смог организовать свое уже традиционное мероприятие – КМБ. В КМБ или Курс молодого бойца задумывалось несколько лет назад, как возможность начинающим джиперам влиться в широкие ряды покорителей бездорожья. В этом году новичков на старте практически не было. Экипажи полноприводных автомобилей, собиравшиеся в лагере возле Коротича, уже имели опыт трофи-рейдов. Именно поэтому мероприятие обещало быть особо интересным. Все машины, коих набралось немало, были разделены на две категории – рейд и хард. Традиционно первые – это практически серийные авто, а вторые – специально подготовленные к преодолению серьезных преград. Для каждой категории организаторы выдали координаты контрольных точек, которые необходимо отыскать и до них добраться. С этим никаких неожиданностей, для рейда задания попроще, для харда существенно сложнее. На все про все – 5 часов. Первыми стартовали экипажи категории хард один за другим, внедорожники уходили на поиски контрольных пунктов. Участники самостоятельно определяют, в каком порядке брать КП. Поэтому, чтобы зрителям было интереснее, значительная часть контрольных точек располагалась недалеко друг от друга, и можно было понаблюдать борьбу спортсменов с бездорожьем, буквально не замочив ноги. А вот самим участникам остаться сухими и чистыми не светило. Как и говорилось на брифинге перед стартом, ко всем точкам есть разные подъездные пути, поэтому экипажам предстояло выбирать наиболее оптимальный. Вернее, выбирать приходилось штурмана. Пилоту что, сиди, рули. А вот штурман за гонку намотал не один километр, и ладно бы по-твердому и сухому. Не зря одна из жиперских поговорок гласит, чем больше бегает штурман, дальше заедет автомобиль. Однако даже повышенный пробег штурмана не избавил команды от напряженной работы в грязи и воде. И тут у Харда было явное преимущество. Машинам этой категории можно было использовать любые способы форсирования преград. Чем они без раздумий пользовались, тем более, что большинство точек нельзя было взять без лебедки. А вот рейду использования механических лебедок регламент категорически запрещал только ручные. И тут уже приходилось пилоту выйти из машины, ведь многие экипажи рейда семейные, и заставлять прекрасную половину орудовать рычагом не отважится ни один джипер. Максимум уступит место за баранкой. Правда, с остальными обязанностями штурмана дамы справлялись великолепно, непринужденно меняя туфли на заброды, высоченные резиновые сапоги. А уж если и это не спасало, то всегда можно было рассчитывать на помощь других участников и даже зрителей. Причем, если буксировать застрявшего участника машинами болельщиков запрещалось, то в регламенте ничего не говорилось про ручную буксировку. Вот и получилось у некоторых зрителей немного приобщиться к прелестям бездорожья. А у некоторых профи в категории «Хард» в этот раз случился облом с техникой. У кого-то все закончилось техническим сходом, а вот у экипажа «Харьковской Нивы» при штурме точки лопнул трос. К этой, как и некоторым другим контрольным пунктам, можно было добраться только с помощью лебедки. И уже после того, как было сделано контрольное фото, трос не выгодил. Вот это надо было снимать. К счастью, никто не пострадал, и машина смогла самостоятельно передвигаться. Но перед тем, как продолжить соревнования, экипажу пришлось долго собирать рассыпавшийся под дно ручья инвентарь. Надо дать должное членам Нива-клуба, столь изобретательно подошедшим к выбору мест для контрольных точек. Некоторые из них располагались так, что зафиксировать взятие точки можно было только с крыши машины. К некоторым приходилось буквально строить дорогу, потому что не хватало пары метров, чтобы дотянуться до отметки. Приходилось джиперам на время превращаться в бобров и строить плотину. Тем ценнее выходил результат. Фото на фоне КП, которое нужно было после финиша предъявлять судим. И, конечно же, нельзя не упойнуть необычное для автоспорта явление, тем не менее широко распространенное во внедорожных дисциплинах – помощь соперникам. Ни разу доводилось наблюдать, как один из экипажей в ущерб собственному времени и результату помогал выбраться из-за подни соперников. Вот за это мне джиперские состязания нравятся особенно. Ну а пять часов, отведенные регламентом для внедорожных приключений, стекли очень быстро. Машины возвращались в лагерь, штурманы сдавали судьям флешки фотографий и получали отметки на корнетах. Все, как всегда. Награды победителям и массы незабываемых впечатлений для всех. Отлично покатались. И на закуску еще один рассказ о внедорожных соревнованиях. Прошли они недели раньше вышеописанного и участников там было поменьше. Но сам формат этих состязаний пока необычен для наших джиперов, а потому крайне интересен. Харьковская команда Offroad Group, известная как организатор этапов кантри-кросса, уже второй раз проводит под Харьковом пока еще необычное для нас мероприятие – джип-квест. В прошлом это была зорница. Игра командная, игра веселая, игра, которая побеждает не только сильный, но и умный. То есть на точках, на КП придется подумать, порешать. То есть по сравнению с прошлым разом гораздо больше логических каких-то головоломок, поисков и всего прочего. По сравнению с привычным джип-трофи формат квеста предусматривает командную борьбу. Под непрекращающимся моросящим дождиком участников разделили на команды. Квадроциклы по 3-4, джипы по паре машин. Все они выстроились перед стартовой линией, участники отошли от техники на 30 метров. Организатор разложили на машины пакеты с заданиями и был дан старт. Квадроциклы по 3-4, джип-трофи. В заданиях, которые получили команды, указывались координаты контрольных пунктов, которые нужно было отыскать в лесу под Чугуевым, а затем нужно было выполнить кое-какие задания. Так, на одном из КП командам нужно было найти все отметки и разгадать ребус. Если с поиском отметок проблем не возникло, то выяснить, что они означают, получилось не сразу. В другом месте участники вынуждены были вначале собрать элементы загадки и уже потом ее разгадывать. В общем, фантазия организаторов заставила команды серьезно напрягать мозги. И не только. Несколько КП предусматривали задачки поинтереснее. Например, на одной из контрольных точек часть команды отправлялась на 300 метров вдаль по полю, а другая... Вначале нужно отстрогать опилки и поджечь их с помощью кресала. От этого огня зажечь свечку, с ее помощью пережечь веревку и добраться до флажков. Тем временем другой участник, обвязавшись страховкой по веревочному мостику, должен добраться до подвешенной на дереве бутылки с запиской внутри. Слово, содержащееся в записке. Нужно с помощью добытых сигнальных флажков передать той части команды, которую заранее услали подальше. А уж они, нарубив щепок из полена, должны эти сигналы расшифровать и выложить из щепок нужное слово. Надо признать, что команды справлялись с этим заданием не без проблем. На следующей точке экипажи должны были сыграть в баскетбол с помощью ветродумья. Такие используются для уборки осенних листьев. Напором воздуха нужно удерживать мяч в воздухе и дойти с ним до баскетбольной корзины, куда попасть в висящем воздухе мячом. За пять минут нужно забросить как можно больше. Максимальный результат – 10 очков. Со стороны наблюдать за таким очень интересно. Но самое зрелищное задание – это автомобильный футбол. Работая командой, нужно загнать огромный мяч в ворота. Если толпой квадроциклов сделать такое несложно, то неповоротливые джипы в роли футболистов – это нечто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, задание заданиями, а ведь бездорожье тоже никто не отменял. Чтобы добраться до контрольных пунктов, команда предстояла в полной мере проявить недорожные качества машин и пилотов. Воды, грязи и прочих преград хватило на всех. Особенно упорно штурмовали их джиперы из Каменчуга. На полностью серийных машинах форсировать реки и болота, пусть не глубокие, ой, как непросто. Субтитры создавал DimaTorzok Квадроциклам было ненамного легче и без буксира не всегда получалось. Зато подрастающее поколение покорителей бездорожья получило хорошие опыты, массу ценных советов на будущее. Аккуратненько перебрасывая передок, подъехал, уронил перед, а потом дал газу. Понял? По чуть-чуть. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Уронил. Финал гонки был закономерен. Победители получили призы. И все участники море позитива. Хорошо получилось. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор субтитров А.Семкин